Старооскольцы-волонтеры группы «Белгородский фронт» вернулись из очередной поездки за ленточку. В этот раз побывали на Авдеевском направлении. Гуманитарный груз доставляли штурмовикам 114-й бригады и легендарной пятнашки Дикой дивизии Донбасса. Именно оттуда пришли запросы на помощь. Уважаемые старооскольцы, жители Белгородской области, участники Белгородского фронта, обратились к вам, военнослужащие, инженерно-саперные роты, за оказанием помощи и поддержки. Будем вам очень благодарны, если окажете нам любую помощь. Плечом к плечу общий враг будет разбит. Победа будет за нами. Волонтеры Белгородского фронта на своих и чужих российских бойцов не делят. Помогают не только землякам, а всем, кто обращается. В этот раз список был серьезный, но удалось собрать все. Прибор ночного видения, квадрокоптер, кальматорные прицелы на автомат Калашникова, на ручной племет Калашникова, прицел на СВД, потом что у нас было, так называемые подкопники, чтобы парням здоровье свое сберечь. Были маскалаты снайперские специальные. Потом мы им отвозили, получается, перископ, это чтобы из-за углов можно было смотреть, что находится за зданием. И многие другие технические, плюс большие пехотные лопаты, малые пехотные лопаты, саперные, продуктовый провиант, соответственно, чтобы девчонки испекли староскольские наши пирожков. Мы это тоже передали. А у них это, скажем так, в особом приоритете. Когда чувствуется женская любовь, вот эта вот рука, женская, то, что своими руками сделано, с дома, это вообще прям, не знаю, высший класс. Остановились волонтеры в Макеевке. В 19 километрах от нее ожесточенные бои. А вот сами бойцы не ожесточились. Евгений готов часами рассказывать о невероятном духе и душах российских военных. У нас в бытовой, в гражданской жизни, скажем так, в миру, как говорят, не увидишь таких людей в плане вот этого внутреннего стержня. Настолько вот он, не знаю, двух-трехслойный этот стержень. Вот нас встречал, получается, старшина этого подразделения штурмовой роты. В 2014 году он пришел туда добровольцем, когда ДНР начали обстреливать свои же украно-нацистские силы, скажем так. За период проведения таких, получается, обстрелов и ведения спецопераций, до спецопераций, да, ведения столкновений с силами ВСУ Украины, там, нацистами и так далее, подобное, он потерял левую руку. И уже, получается, с отсутствующей левой рукой он вступает в ряды Министерства обороны и от этой штурмовой роты, получается, дальше продолжает свои действия. Людей, вот, встречающих глаза, и вот чувствуешь, что из них дается доброта. У нас обычно здесь, на улице, встречаешь человека, у него взгляд, когда злоблен, как будто на всю жизнь он злоблен. Все, что вокруг него происходит, то, что у него в чем-то неудача, они везде кого-то ищут, кто им виноват во всем. А там у парней, они ничего не ищут, они просто, у них есть цель, они ее добиваются. У них в голове, в сознании, в душе есть понимание того, что они это все делают ради нас, чтобы мы здесь спокойно ели, пили, спали, гуляли, отдыхали и так далее, и тому подобное. Но беда в том, что это не все понимают здесь. Здесь сейчас лето, сезон отпусков, дачи, огородов. Собрать помощь сложнее, но Евгений не опускает руки. Открываю, иногда бывает, ежедневник, открываю там список предпринимателей нашего города, области, прозваниваю, ну, разные ответы слышу, честно скажу. Мне это неинтересно, ответ такой. Мы такую помощь не оказываем. Каждый такой ответ, он осадок оставляет в душе, в голове. Иногда приходится проходить немножко через унижение. Такое ощущение, что ты просишь себе. Да, вот. Я не знаю, просто как это по-другому пересказать. Ну, я просто для себя принадлежение. Пусть будет, считаю, что я попрошайничаю, пусть будет так. Но я для себя принадлежение, что это поможет пацанам и бог с ним. Сейчас уже объявлен новый сбор для 337-го отдельного инженерно-саперного батальона под Артемовском. Номер телефона для помощи 8 904 537 45 25. Анна Семенова, Евгений Левошко, Симон Гречишников, 9 канал.